Девочка-пай Девочка-пай Лучшая роль Это надо подумать Ну, вот сразу так я вспомнить не могу Вспомнил единственный детский сад Я помню тогда На утреннике я был Мухомором А, ну, мухомором, это классно Слушай, знаешь, почему, наверное, тебе понравилась она? У тебя такой яркий костюм был, классный Такой вот с этими вот Красная шляпка, белые вот эти вот точки Вот вроде костюм, костюм, в принципе, ничего особенного Ну, знаешь, такой типичный мухомор Типичный мухомор А, я знаю, почему тебе понравилось Потому что, наверное, все девчонки на тебя смотрели, да? Все же там мальчики и зайчики, а ты мухомор Да нет, они как раз с мальчиками и зайчиками там больше как-то находились А, я знаю, почему Потому что ты же в мухомор был У тебя, наверное, главная роль Ты выходил, там все тебе аплодировали Ты такой, вот это да Нет, ты, Алена, не попала Ты знаешь, почему роль ты эту полюбил? Почему? Я просто начистоял там, мухомор вот этот, в сторонке У меня ни слов, ни действий Я просто 20 минут так вот постоял Поулыбался, да и ушел А что, хорошо же? Леш, у меня сейчас для тебя есть другая роль Какая? Тоже без слов? Ну, там слов будет очень много А, много? Целый час придется говорить Пойдем на девятую студию А, я помню, что за руль тогда получается Мухоморчик Прям целый час Целый час Без умолка Конечно Это тебе не мухоморить Это действительно Добрый вечер Девятая студия Добрый вечер Добрый понедельник Хочется сказать вам, дорогие наши друзья Ну что ж Начинаем эту рабочую неделю Правильно Точнее, друзья Понедельник Мы уже заканчиваем Потому что, слава богу Тяжелый понедельник Уже подходит к своему рабочему Завершению, так сказать Откладываем все свои дела Начинаем отдыхать Вместе с Алексеем Власовым Ну и, конечно же, друзья Вы скучали А вот и она Отдохнувшая Загорелая Алена Милина Встречайте Ну и давайте Действительно Будем уже начинать Наш час общения Традиционный Каждые будние дни По вечерам С пяти до шести Вы проводите В нашей компании Ну и прямо сейчас Будем общаться Отдыхать Снимать напряжение С тяжелого Такого рабочего Октябрьского понедельника Да, вот так Раз И мы очутились Уже в октябре Но, друзья В солнечном Пока еще теплом И будем, конечно же Этой теплой атмосферой Сегодня делиться Что будет происходить Я правила не забыла Вы пишете Проверим сейчас, давай Вы общаетесь В группе ВКонтакте Девятка ТВ Киров Также нам можно позвонить 351404 Телефон прямого эфира Звоните Пишите И, конечно же За это вы можете Получить подарки Как всегда Есть вопрос вечера На который Стоит отвечать Ну а также Можно делиться Своими Потрясающими Возможно Планами на неделю Возможно То, что у вас Происходило В выходные Рассказывайте Чем живете Я давно вас не слышала И не видела Вот смотрите Да, вроде бы В отпуске человек был Но ничего не забыл А вообще все помню Все рассказал Молодец Здравствуйте Действительно Кроме того Можете кого-нибудь поздравить Можете с кого-то порадоваться Можно поругать Кого-то Как любит говорить Максим Но только Как говорится Все должно быть В рамках Ну что Расскажем уже тему Да Сегодня мы хотим С вами поговорить О вашей лучшей роли Возможно Вам доводилось Ее прям Исполнять на сцене Возможно Кто-то и в зале Знаете Лучшим критиком А возможно Это ваша роль По жизни Да Вот которую вы На себя приняли А может быть У вас несколько Таких ролей И вы ими Балансируете В своей жизни Пишите Описывайте Лучше рассказывайте Даже свои истории Например Ваша лучшая роль Это роль мамы И почему Да Если вы например Круто воспитываете Ребенка Или например Вам об этом все говорят В общем Рассказывайте В общем Все-все-все Что у вас накопилось На душе Ну конечно же За это вы можете Получить классные подарки С твоего позволения Я сейчас Про один Хотя бы из них расскажу Ну давай Рассказывай Так вот В моих руках Вот такой замечательный сертификат В магазин Верхняя одежда Поэтому друзья Можете им воспользоваться Самые креативные Комментаторы Которые расскажут Какую-то необычную Возможно роль Получат сегодня Вот из моих рук Вот такой вот Классный сертификат Да Самое время утепляться Поэтому сертификат На шоппинг Будет в тему Ну а для мужчин Друзья Вот вы Вы вот в эти Часто ходите Барбершопы Вот в эти вот ваши Я знаю Вы это любите делать Это что для нас Как шоппинг Да Как на бьюти процедуры Мы ходим Поэтому мальчики Любят ходить туда Поэтому это будет И классный подарок И также Это будет для кого-то Возможная Такая возможность Да Попасть Так сказать На бьюти Процедуры В мужской зал Поэтому друзья Прямо сейчас Звоните Пишите Группу Вконтакте Девятка ТВ Киров Открыто Там есть пост Прямой трансляции Если вдруг Вы находитесь Далеко от своих телевизоров Ну а прямо сейчас Будем начинать Друзья И про роль Мы решили Спросить у людей На улице Что они ответили Мы узнаем прямо сейчас Друзья Сегодня поговорим С вами о ролях А точнее узнаем Вашу самую лучшую роль В жизни Я думаю Драматурги Вы играете в театре? Нет Я люблю драму строить Я хорошая мать Мамы А почему? Роль мамы Ну потому что Наверное Это бесценный опыт И еще раз Переживаешь Свои детские Желания Свои мечты И реализовываешь Роль брат Какая у вас Самая лучшая роль В жизни? Воспитывать детей Своих Почему? Потому что Мне кажется Нужно Это делать Для своих детей Лучше Предавать пример И так далее Вот поэтому Роль мамы Почему? Ну потому что Больше времени Скорее всего Провожу С ребенком Чем я являюсь сейчас? А кем? Ну живу Как хочу Мамы? Мамы? Да Почему? Не знаю Подруга Почему? Потому что Секреты Хорошо храню Ну отец работал И мы работаем Все еще вам сказать То есть роль Работника у вас Самая лучшая? Работа Конечно Работники Наверное мама Роль Что значит Моя самая лучшая роль? Человек Не играет Он естественно Живет У человека Не может быть роли А вот я А вот я лучше всего Справляюсь с ролью Сына И внука Ну а прямо сейчас С улиц нашего города Вот магия телевидения В этой студии На прямом включении Появляется Друзья Ефим Зинченко Ну что ж Ефим Ты собрал Так сказать Голос Улиц Узнал Все что нужно И сейчас Я так понимаю Что готов Еще кое-что Важное нам Поведать Да Конечно Готов Прихожу я сюда Не просто так Во-первых Здравствуй Алена Очень рад тебя видеть здесь Добрый вечер Алексей Ну с тобой уже Да Можно ничего не говорить Мне Да Виделись Пришел я к вам С игрой Пришел к вам С известными личностями Которых загадал Эмодзи Вот так вот Ух ты В прошлый раз Он нас с Константином Так пытал Так пытал Что у вас не получилось Что да У Константина С Алексеем Очень туго шло Ну что ж Отгадывать Мы-то немножко Разбираемся Вот в этом Светском мире Сейчас мы проверим Так что у нас есть шанс Есть Хорошо Соглашусь полностью Давайте тогда приступим Первая картинка Уже должна быть На ваших экранах Лима, осень, чай и рояль Человек Который очень любит Чай Который написал Может быть даже А, чай Старый рояль Я думаю нет Итак Написал Написал песню Зима Холода Так, ну Листопад Возможно Нет, это песня Мне кажется, что это Крутой Нет, это не Крутой То есть это Человек не Крут? Он очень Крут Я и говорю Он Крутой А, я думал Ты про Игоря Крутой Нет Смотри, как его легко Хорошо Он очень Крут Да То есть это Он Это он Но человек Это же он Человек Элтон Джон Нет Все Напомню вам Все люди Сегодня Из России А, из России Так Ну давай будем Вот по эмоди Значит Листопад Правильно? Да Далее Снег Снег Чай горячий Да И рояль И рояль Вообще По набору Я бы подумал Что это какой-нибудь Николай Басков Почему? Ну потому что Рояль Золотая чаша Золотая Золотая чаша Золотая Наполняет Ароматом чая Дом В котором Частье обитает Нет Очень интересная логика У Алексея Но он не прав Эх Не в этот раз Так Нужна ли вам Подсказка Нужна, конечно Нужна, конечно Хорошо, я вам дам Подсказку Этот человек Гораздо старше Николая Баскова Гораздо старше Ты в курсе Что Николаю Баскову Скоро полтосик Ну вот Человеку этому Поверь мне Ты когда-то Слово говоришь Гораздо Подождите Это композитор Верно Или нет Композитор Или нет Ну да Человек связанный С музыкой Игорь Николаев Нет Там были бы усы Были бы усы Все правильно И дельфин И русалка Вот что значит Алексей Человек Который разбирается В этом всем Меня если честно Смущает Вот Чай немножко Чайковский Ну молодец Алена Александровна Вы молодец Да это Петр Ильич Чайковский Серьезно А не Басков Поехали дальше Это Петр Ильич Чайковский Времена года Чай Ковский Все Поехали Следующий Итак Рупор Микрофон И очки В очках Кто-то поет Да Это прям очень современный Исполнитель Современный или нет Который Любит в серебряные куртки Ходить Так Еще разок Про что ты Про какую куртку Ты сейчас спросил Серебряные куртки Серебряные куртки Это кто ходит в серебряные куртки Есть один исполнитель Очень популярный Ты можешь назвать его имя Ярослав Нет Хорошо Уже не Ярослав Смешевский Ну не Я думаю Ничего себе Исполнитель Так Ну что Очки Очки У кого есть очки Да у всех Они все в очках ходят Чтобы их никто не узнал Так Меня очень Смущает Что больше ничего нет То есть Как будто человек Еще не настолько Популярен И не настолько О себе что-то раскрыл И к чему тут рупор Рупор Это как будто Голос поколения Нет Нет ни голос поколения Он не голос Рупор Это мы узнали Что-то есть вариант Он может быть очень громкий Ну и Может у него фамилия Как-то связана И не то чтобы громкий Типа Лепса Тоже мимо Хотя очки Были хорошие Варианты для Лепса Так Нужна подсказка Ну вот Сразу вам тогда скажу Вы даже не уточнили Музыкант ли это Певец Нет Это не певец И не музыкант И не музыкант А кто тогда Подождите Зачем у него микрофон 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 Ведущий А ведущий Вот уже начинаем двигаться В правильном направлении Дмитрий Нагиев Нет Рупор Вспомните рупор Где Малахов точно все вспомнил Молодец Да Пусть говорят Как раз таки Где и нарисован рупор Нам казалось Что это темные очки И вот в чем проблема А Ну Значит может быть Что-то там не передалось по цвету Но это были прозрачные очки Хорошо Давайте дальше Итак Горы Группа И гитара тоже у них есть Так Горы, группа Звери Нет Почему так? Так Музыкант судя по всему загадан Ну судя по всему да В группе он или нет Это в принципе группа Это не один музыкант Это группа загаданная Группа Горы Так Горные люди Горные люди Есть такая группа горные люди? Кстати Надо патентовать и называть Это очень интересно звучит Но нет Не горные люди И гитара Давайте я вам дам подсказку То что вы видите Связано с горами Это одна из их песен Причем довольно популярная Я бы даже мог сказать Что одна из самых популярных На пояс Нет Черт Горы Горы Что там про горы у вас есть? Я вообще пока Репертуар Пока у Алексея видимо да Я только в конец рослась Высоцкого знаем Но это не Высоцкий Ну наверняка Это не Высоцкий Нет По горам По горам По горам Синий трактор едет к нам Нет неправильно Но давайте дам подсказку Группа очень Я бы даже сказал Ну старая Это громко наверное сказано Но в общем Группе много лет Очень много лет Я бы даже сказал Самоцвет Нет Что-то там Они про гору точно пели Я не знаю Я тоже не знаю Может быть Там мужчины только в этой группе Да Все правильно Так Мужчины Которые поют про горы Играют на гитаре Не про горы А про одну гору Гора Гора В этой песне звучала Да Только одна гора 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 Судя по всему Название горы Какое-то звучало Нет Нет Мы короче сдаемся Ну хорошо Давайте я вам дам Последнюю наводящую подсказку Если она тоже не помогает Что-то они видят на горе Просвет Очень помог ты нам Конечно Спасибо Нет Не помог На заре Что-то они увидели Альянс Нет Мы не знаем Мы сдаемся Это группа Наутилус Помпилиус Видишь Там на горе К сожалению Мы не настолько фанаты Что мы забыли Нет Я фанат Но там как бы же Ну не настолько Давай честно Раз ты не узнал Я даже пою эту песню Мало того Но я бы даже Не смог подумать Что это Не совсем удачные эмодзи Я так считаю Виноват Ефим Ну извините Пожалуйста Это не взрослая позиция Давайте следующую Еще есть или все Должна быть Есть еще или нет Включите нам Следующую картиночку Пожалуйста Есть еще или нет Ну пожалуйста Включите нам Видимо все Значит получается Что мы Три картинки И сегодня вы 2-1 2-1 Снова победа Молодцы Ну что ж Ефим Хорошо Мы уже узнали Кстати про твою главную роль И роль игрока И игрового Тоже мы узнали Так что иди отправляйся И ищи дальше Веселые картинки Загадывай известных людей Ну а мы прямо сейчас Отправляемся на ужин Это я люблю Вот это вообще Моя самая любимая рубрика Записывай рецепт тогда Тогда вперед Добрый вечер дорогие друзья С вами Зонов Сергей Сегодня мы с вами будем готовить ужин На ужин у нас будет сегодня Это тещин язык И куриные наггетсы Все очень просто и вкусно Для этого нам соответственно потребуется Куриное филе Сыр Майонез Панировочный сухарь Или хлебная крошка В моем случае И баклажан соответственно Также потребуется Соль И паприка Для начала мы берем Куриное филе Вот оно у нас Такими кусочками Будем мариновать нашу курицу И панировать А пока мы это делаем Мы включим сковороду Чтобы она у нас нагревалась Потому что жарить нам это придется В большом количестве Подсолнечного масла И нужно чтобы она была Хорошо прогрета Мы смешиваем сыр И хлебную крошку Все это перемешиваем Для того чтобы замариновать курицу Нам потребуется майонез Соль И немножко паприки Теперь мы выкладываем Сюда нашу курицу И все это перемешиваем Даем курице промариноваться Буквально 5-7 минут Пока у нас курица маринуется Мы подготовим с вами баклажан Отрезаем у баклажана плодоножку И нарезаем его вдоль Нам нужно его сейчас также посолить Можно добавить чуть-чуть совсем паприки И подсолнечного масла Баклажан мы также оставляем на 5-7 минут Курица у нас уже промариновалась Теперь мы берем нашу смесь Из сыра и панировичного сухаря И забрасываем туда нашу курицу Обваливаем ее И затем плотно ее прижимаем Вот таким вот образом берем И прижимаем ее Чтобы она равномерно была у нас обвалена Все, наши наггетсы мы замариновали, запанировали Теперь мы их начнем обжаривать Масло у нас достаточно уже хорошо прогрелось С каждой стороны их обжаривать буквально по 2-3 минуты Я думаю, будет достаточно Потому что курица у нас не очень толстая И здесь больше всего панировки Наши наггетсы уже готовы Мы их убираем со сковороды И выкладываем их на салфетку Чтобы с них стек лишний жир Курочка у нас готова Теперь нам остается обжарить наши баклажаны Мы чуть-чуть смазываем маслом подсолнечным Нашу сковороду гриль Потому что баклажаны у нас и так уже в масле И обжариваем буквально по 3-4 минуты с каждой стороны А пока у нас обжариваются наши баклажаны Мы подготовим сырную закуску Для этого нам потребуется сыр Майонез И немножко соли Баклажаны с одной стороны у нас уже обжарились Все, баклажаны у нас готовы уже Сейчас мы их будем снимать И выкладываем салфетку Также для того, чтобы он стек лишний жир Все, у нас баклажаны немножко даже уже подостыли Чтобы их было удобно заворачивать Теперь мы берем нашу сырную закуску И заворачиваем его в вот такой рулетик Чтобы рулетик у нас не распался Мы прокалываем его зубочисткой Либо можно шпажкой Выкладываем наши наггетсы Ну вот и все Наш трещинный зиг с наггетсами готов Приятного аппетита Я вот другое название для ужина придумал Я бы назвал ужин мужская мечта Вот так Ну может быть и так А что женщины не могут о таком ужине мечтать? Ну обычно девочки на ужин Как бы ну типа Это же сырочек Там жареный этот баклажанчик Они обычно там просто овощи А вот мы мужики любим такое Понажористей, пожирнее Поподжористей Да еще и побольше Побольше нам Все сюда заносите Слушай, ну в понедельник вечером Даже девочки не откажутся От такого ужина Который приготовили вы, мальчики Вот в чем подвох Вопросов не имею, конечно Ну что ж, друзья Девятая студия Прямо сейчас мы будем читать ваши комментарии А вы будете за это получать классные подарки Чем активнее вы будете Чем интереснее ваши комментарии И ответы на вопросы Ваша лучшая Или ваша главная роль И причем можно фантазировать Можно по жизни А можно рассказывать Вдруг вы кого-то играли На утренниках в садике В школьные годы А может быть выходили В какой-нибудь студенческий Школьный Или просто какой-то любительский театр Либо Вы вообще профессиональный актер У вас огромный послужной список И вы готовы рассказать Про свою роль Которая вот тут У вас сердечко уже давно сидит И вы ее с удовольствием С большой радостью Играете уже на протяжении Долгих и долгих лет Почему нет? Ну что ж, поехали читать Группу ВКонтакте Девятка ТВ Кир Ваши ответы на вопрос Ваша лучшая роль Поехали Михаил Гвоздков Здравствуйте, девятая студия Требуем Максима в студию Его роль очень жизненно необходима На девятке И ждем новых смешных шуток От классной команды Вы знаете то, что Вот это плохая примета Писать Для Алексея Вот такие вот комментарии Он очень расстраивается А Максим не видит Поэтому и не Максиму не радостно И не мне Но мы поняли Что вы очень ждете Максима Он скоро приедет Не переживайте Да, все вернется на круги своя Как говорится Поэтому Михаил Чуточку терпения Ольга Уруцина Наверное, моя лучшая роль Самой себя Рекрасно Елена Чехомова Здравствуйте Как говорится Будь собой Остальные роли Заняты А вот какая ваша роль Какова она Быть самим собой Знаете, это вот модно сейчас говорить А на самом-то деле Вы-то как свою роль можете описать? Откройте вот эти Занавесу вот эту вот Вашу личной роли Кулисы, пожалуйста Данил Гухман Я отлично чувствовал себя В роли Дун Кихота В детстве В школьном театре Добрый вечер всем Вот, Данил молодец Денкий ход, кстати Представляешь, в детском театре В школьном Вот это вот, конечно, роль большая Уровень Нина Дрямина Сколько себя помню Всегда учили роли И в драматических кружках по работе Все они были любимыми и лучшими Как и люди, которые были рядом Сейчас того не хватает Все мечтаю снова окунуться во все это Но почему-то времени не стало хватать А может быть и чего-то другого Может быть и так Да, это же всегда у нас в людях кроется Вот это вот Что-то такое, что нам всегда мешает А вот Михаил Гвоздков продолжает С большим удовольствием Снялся бы в каком-нибудь музыкальном клипе Ранее принимал участие в вокальном пении Любил петь песни в караоке Очень нравилось слышать свой голос Кстати, клип — это классная тема Я поддерживаю вас, Михаил И очень мечтаю, чтобы ваша сбылась, так сказать, мечта Потому что мне тоже вот этого хотелось Искренне вам этого желаю Далее Елена Чехова старается быть хорошим режиссером своей судьбы Я сценарист в нем Я режиссер Я в этом фильме главный актер Итак, Таис Торопова Привет, отдохнувшая и загоревшая Алена Как море рассказывает? Ой, ребята, море потрясающе Оно такое теплое, что люди в нем не купались А ходили в бассейн, чтобы вы понимали Вот так вот Такое вот очень горяченькое Оно не испарилось там от жары-то? О, не, оно не испарится, там все нормально Вот, и продолжаем дальше Лучшая роль, я думаю, еще впереди Выйду на пенсию и пойду в театр билеты продавать А там и спектакли, и знаменитости Вот, может, куда в спектакль и возьмут А что? Хороший план Классно, да Петр Заполотников Моя лучшая и главная роль — это я сам Петр, если я вот, если честно, вас еще в комментариях не видела Я не знаю, а что у вас за роль? А давайте познакомимся А ты знаешь, да? Конечно, но Алена-то вас не знает, Петр Кто Петр? Давайте, как говорится, будем становиться друг к другу чуточку ближе Рассказывайте о себе Виктория Шуткина Доброго вечера, я считаю, у меня была самая лучшая роль в сказке «Репка» А она была на французском языке И я в этой сказке была, как думаешь, кем? Репкой Конечно же, Репкой, да Я просто сидела и молчала Идеально В принципе, как мухоморчик Да? Шикарно Алексей, Владимир Лисик, добрый вечер, моя самая лучшая роль была, когда впервые в дневнике исправлял двойку на тройку и прятал его от родителей Чувствовал себя настоящим конспиратором, оценку в итоге исправил, а дневник храню на память То есть у вас было два дневника, вы вели вот эту двойную жизнь, да, школьную? У меня у дяди, кстати, реально было два дневника Один для родителей, второй настоящий для школы И вот он успешно, по-моему, шесть или сколько-то лет, он вот так вот проворачивал эту схему И случайно потом только смогли найти и обнаружить Так, хорошо, еще вот у нас Таис Торпова пешта и побывала в гостях и посидела в вашем кресле Я смотрю, Таисочка, вы сидели именно на моем местечке А ну, счастливая Как человек, сидевший в прошлой неделе в нем, подтверждаю, очень и очень счастливая А Михаил Гвоздков, между прочим, еще продолжает В мире спорта предпочитаю футбол, владею навыками голкипера А еще мне нравится играть в настольный теннис Вот, читаю комментарии Михаила, как будто свое отражение вижу Пам-пам-пам-пам И вот теннис люблю, и тоже я, когда футбол играл, был на воротах Екатерина Дворникова, роль Бабы-Яги на новогодних утренниках Угадайте, с кем больше фотографировались? Круче Снегурочки, Баба-Яга А, конечно, кстати, такие роли очень сложно играть И еще у нас пишет А вот, между прочим, Михаил-то реабилитируется? Алексей, тоже молодец, ждем классных песенок от группы РНДВ уже скоро Да, кстати, друзья, я пользуюсь возможностью напомню, что 14 октября наш телеканал будет праздновать свое десятилетие Поэтому всех приглашаем на это увлекательное мероприятие Будет концерт от кавер-группы РНДВ со специальной трибют-программой на группу Руки вверх Любишь Руки вверх? Обожаю, и жду твоего концерта Как и весь город Ну а прямо сейчас, друзья, мы будем еще ждать гостей в нашу студию Ведь двери девятой студии открываются И вы с нашими гостями познакомитесь прямо сейчас Встречайте! Сегодня в гостях у девятой студии основатель и художественный руководитель образцового коллектива Детский музыкальный театр открытия Екатерина Орешкович и преподаватель по актерскому мастерству а также режиссер образцового коллектива Детский музыкальный театр открытия Нина Чернышова-Карпова И сегодня вы можете задать нашим гостям абсолютно любой вопрос Ну что ж, Нина и Екатерина уже в нашей студии Здравствуйте! Доброго вечера! Какие красотки! Просто невероятные! Как зашли, сразу в студию у нас оживилась Операторы оживились Освещение поменялось даже Как было, как настроение у вас рассказываете? Да отлично! Что может быть в понедельник вечером? Отличное настроение! Девчонки, вас можно поздравить! Извините, что я к вам так, но вы настолько лучезарные что мне хочется обращаться только так В Петербурге взять гран-при вашим театром Это вау! Расскажите, пожалуйста, как все происходило Так, начнем с главного Как все происходило Весной прошлого года мы решили поставить такой эксперимент документальный спектакль по цитатам очень известного человека и очень спорной, одиозной личности Сахарева Андрея Дмитриевича И так и называется спектакль Сахаров цитаты личности И вот с этим спектаклем мы победили в одном из конкурсов в Ярославле И в Питере собрались победители всех конкурсов за год Ну, как бы лучшие из лучших И вот, благодаря нашему режиссеру Нине Нам удалось взять гран-при, представляете? И жюри сказала Вы попали в самое солнечное сплетение со своим спектаклем Нас прямо, говорит, вдавило в спинке кресел Настолько они были впечатлены Так, а расскажите, Нина Что такого вы там сделали? Что люди просто аплодировали, я так понимаю Что, да, и были настолько впечатлены Что я сделала? Мы сделали, во-первых, да Вот это вот я, оно всегда портит результат Вот, мы сделали все вместе Начиная с Екатерины Владиславной Которая доверила мне, собственно, впервые Это, по сути, моя первая такая крупная и серьёзная вещь Вот, и предоставила материал И разрешила с ним работать, добавляя и выкручивая его Как только возможно Вот, ну, всё как бы в рамках, естественно, дозволенного Вот, потому что личность серьёзная Надо с этим аккуратнее быть Вот, и ребята, которыми я вдохновилась И я мечтала с ними поработать Вот именно с этой старшей группой У меня сразу произошёл такой щелчок Коннект Вот, и мне дали эту возможность Сначала позвонили моему мужу, конечно Но муж сказал мне некогда У него много дел, как бы он ведёт ещё студию в банке Поэтому ему, правда, некогда Вот, и можно я, можно я То есть мне доверили И, естественно, а я такой человек Ну, ответственный Вот, и плюс ко всему горя Вот этими ребятами Загоревшись ими И сначала материал воспринялся мной так Оп, аккуратнее Но потом я просто Ну, я же актриса И я отнеслась к этому как к роли И всё, и мы начали это всё выращивать Началось всё с тренингов И дальше, дальше, дальше И плюс ко всему В этой постановке, если говорить О режиссёрской части, да Это такой Выплеск, что ли За 12 лет моей работы С разными режиссёрами Которыми я пользуюсь случаем Говорю огромное спасибо за этот опыт Потому что я считаю нужным Передавать сейчас другим детям Вот это вот чувство стиля Вкуса, искусства Правильного, как я считаю Вот, так всё и получилось Вообще нашим детям повезло Очень из открытия Они работают с лучшими из лучших И у Нины это, конечно Первый режиссёрский опыт Но я надеюсь, что это будет Был до этого, но это было Но сейчас это будет Совершенно на другом уровне Вы знаете, вот В режиссуре же что важно Снять кальку текущего времени Сделать этот продукт актуальным И в то же время, чтобы была драматургия В документальном спектакле Это очень сложно И я счастлива, что вот Всё получилось И дети, самое главное Они настолько прониклись этим материалом Настолько он им оказался близок А вот это вот, понимаете Дуализм, этот конфликт С одной стороны создал Водородную бомбу А с другой стороны Всю жизнь был миротворцем И его внутренний конфликт Он не давал ему Быть счастливым Поэтому он выступал Всегда за мир И вот эта вот борьба Она и была раскрыта В нашем спектакле И на сегодня Это очень актуально Ну и ещё помимо этого Там, конечно, куча всего Поэтому дети огромные молодцы Потому что я им ставила задачи Очень сложные Правда, там огромная многозадачность Там есть ещё куда стремиться Они, правда, выполняли задачи Которые ставят взрослые режиссёры Профессиональные Я не профессиональный режиссёр Я актриса Актёром профессиональным И то есть они вот с такой вот головой И они, правда, большие молодцы Там просто есть ещё такая сторона Отношение именно подростка К этому всему Когда со всех сторон Говорят, говорят одно Здесь другое, третье И чему верить И это тоже там выражено И это, конечно, благодаря им тоже От них шла, на них смотрела И ловила, и уже застраивались Слушайте, вы так описали сейчас спектакль Что многим, наверное, захотелось посмотреть Будет когда-то на сцене в Кирове Что-то мы можем посмотреть? У нас есть такая идея Заявите спектакль в театральной привожии Вот я говорю, это на камеру Заявите этот спектакль в театральной привожии Потому что он, ну, он сильный очень спектакль Вообще-то мы театр мюзикла, как вы знаете И в этой студии мы оказываемся иногда с детьми Накануне премьеры мюзикла И вот если что так посмотреть У нас можно 23 ноября в филармонии У нас будет премьера вот этого мюзикла Бодный Рим Историко-философской сказки Что касается Сахарова Мы, конечно, его покажем Но чуть позже Да, ещё доведём до ума Покажем его широкому Такое ощущение, что он будет растираться Он, правда, там потенциал огромный И там ещё работать и работать Вообще Вербатим же не исследованная Такая вот область сейчас драматургии Она считается новаторской И даже спорной в какой-то момент времени Поэтому, ну, очень круто, что мы работаем в этом жанре Расскажите, что за жанр? Потому что многие, может быть, не понимают, о чём идёт речь Вербатим, документальный спектакль Когда ты идёшь от имени какого-то лица Либо цитируя какие-то лица Либо впечатления какого-то лица По поводу чего-то И вот этот спектакль у нас развивается От имени первого лица От имени Андрея Дмитриевича Сахарова Вот от молодых лет к средним И получается, что при этом артист не присутствует Как монолог сплошной Есть очень много действующих лиц Которые как бы говорят его цитатами Но совершенно с разными акцентами И получается, что заворачивается сюжет Ну что ж, друзья, думаю, что многие уже впечатлены И хотят задать вам вопросы лично Группу ВКонтакте Девятка ТВ Киров Сразу после нашего сюжета Наши потрясающие гости обязательно на них ответят Хочешь узнать что-то новое об интересных профессиях Но боишься спросить напрямую Каждую неделю мы будем задавать 9 глупых вопросов Представителям какой-либо профессии И они расскажут, как все есть на самом деле Яна Ивина, практикующий уролог Добрый день Меня зовут Ивина Яна Андреевна Я врач-уролог, оперирующий уролог Сегодня я отвечу на 9 самых глупых вопросов Которые задают на приеме урологу Почему в этой профессии больше мужчин, чем женщин? Женщин-урологов встречается достаточно много Но, да, мужчины превалируют Это так исторически сложилось Как и в других хирургических специальностях Что мужчины больше туда идут Почему мужчины так боятся посещения уролога? Мне кажется, что мужчины боятся посещения уролога Но, может быть, чуть больше, чем посещение другого врача Это больше связано с вопросом, с которым они идут То есть, чем интимнее вопрос, который они хотят спросить у врача Тем, соответственно, у них больше страха Мне кажется, здесь все зависит от настроя самого пациента То есть, когда пациент выбирает врача Он опирается того, на что он готов Из своей практики скажу, что приходит достаточно большое количество мужчин Которые активно делятся Которые именно идут на женщину уролога Потому что с ней проще объяснить, что хочет от них, так скажем, их половой партнер Вообще, сама по себе урология как специальность Она занимается болезнями почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов Поэтому нет, к урологу идут как мужчины, так и женщины в равной степени Как успокоить пациента на приеме у уролога, если он стесняется? В кабинете уролога должна быть уже изначально располагающая атмосфера То есть, это не должно быть посторонних людей Должны быть заперты двери Нужно настроить сначала просто доверительный контакт, выстраиваться с пациентом А потом уже задаются какие-то наводящие вопросы Чтобы пациенту было легче, так скажем, на них отвечать Существуют ли стандартные методы увеличения мужской силы? Стандартные методы увеличения мужской силы, они безусловно существуют Они все у нас прописаны в клинических рекомендациях Мы дальше этого не можем отходить, соответственно И они подбираются сугубо индивидуально для каждого пациента В каждом конкретном случае Они стандартные? Многие пациенты используют какие-то методы народной медицины Различная ворсучья струя, всем известная Орехи, сметана, петрушка Обращение к различным бабушкам-ведуньям Различные афродизиаки Но все эти методы, они не имеют под собой никакой доказательной базы Что они именно будут помогать всем всегда и во всех случаях Главное, чтобы не вредили Я бы дала, наверное, такой совет Что перед тем, как идти на прием к урологу Выбрать врача То есть посмотрели фотографии, почитали отзывы Душа лежит идти Все, значит идем Это уже 50% успеха Следующее, это, наверное, такой момент Как заранее дома на листочке Подготовить, да Выписать проблемы, которые беспокоят Выписать вопросы, которые имеются Чтобы если вдруг вы разволнуетесь То вы могли куда-то подсмотреть, подглядеть Или дать врачу прочитать Плюс, соответственно, да Не стесняться ни в коем случае Задавать какие-то вопросы И понимать, что в любой момент От любого осмотра, от любого вмешательства Вы можете отказаться Вообще, чем старше становится мужчина Тем актуальнее и актуальнее Посещение врача-уролога Ограничений возрастных нет никаких абсолютно Дайте совет молодым людям Как сберечь свое мужское здоровье В первую очередь, это избегать переохлаждений То есть, как общего переохлаждения Так и не сидеть на холодном Использовать барьерных методов контрацепции Даже с известным половым партнером Все равно лучше себя защитить И это активный образ жизни То есть, это движение Обязательно движение Чтобы не было застойных явлений В органах малого таза То есть, ходить, плавать, бегать Ну а мы продолжаем И сегодня, друзья, мы поздравляем А, между прочим, театр Детский театр С тем, что они взяли Гран-при в Санкт-Петербурге, друзья Ура! И совсем скоро будет премьера Уже в ноябре Тоже потрясающая премьера Постановка мюзикла Поэтому вперед, друзья В филармонии И вот как раз вопрос Когда люди знают, что есть победы Что есть такие высокие достижения И спрашивают С какого возраста можно ребенка отдать В ваш театр Есть ли кастинг И вообще, когда приводить дитя? Дитя можно привести в любой момент времени С трех лет мы принимаем ребят Две дошкольные группы И школьный театр Там уже серьезнее Там мы смотрим на детей И, соответственно, все лучшие навыки у ребенка Фиксируются и развиваются И хотите вы, не хотите Ваш ребенок запоет, затанцует Мимически заиграет Потому что по четырем предметам мы учим Актерская, сценическая речь, вокал, хореография И важно с детства Да, потому что чем старше Тем у него, как говорится Раскрывается его потенциал Верно? Ну, важно хоть в какой-то момент до нас дойти Потому что и взрослые доходят И подростки И даже совсем взрослые До 25 лет даже мы можем принимать в труппу Главное, чтобы была мотивация Было желание Если у ребенка есть желание Ну, это почти все Все остальное мы сделаем Да? Да Вот так, друзья Отлично Петр Заболотников спрашивает Во-первых, сам играю в школьном театре Перед выходом на сцену Очень волнуюсь Вот подскажите Как справиться И перебороть волнение И стать увереннее в себе? Нина Петр, сейчас будем прям У всех свои, я думаю Так скажем, рецепты Ну, во-первых Очень хорошо помогает дыхание Да, то есть Дышим, останавливаем Выпускаем спокойно Во-вторых Самое главное Для того, чтобы сильно не волноваться Нужно быть уверенным Максимально Насколько, конечно, это возможно А что добавляет уверенности? Хорошая подготовка Это когда ты не пропускаешь занятия Не пропускаешь репетиции Когда ты разбираешься в материале Когда понимаешь Что я здесь делаю Зачем я это делаю И так далее И тому подобное И тогда Слишком сильное волнение Оно отходит А когда вот ты не уверен Вот тогда начинается Сильное волнение Вот Подышать Есть еще тренинги На телесное расслабление Чтобы не было Телесного мандража Потому что очень часто Выходит, да? В телесное Ну я их показывать не буду Это займет долго времени Вот, в общем-то Одно из самых таких распространенных Но дыхание Это и уверенность И вот здесь Это тренинг Да? В голове Что, собственно Ты один винтик Большой машины Если ты разволнуешься Сильно ты подведешь всех И все хорошо На самом деле И мирно Не заканчивается На твоих ошибках Вот и все Все будет хорошо Я знаю, что у Екатерины Есть еще один способ Потому что она, мне кажется Один из самых вообще Уверенных спикеров Всегда Вот сколько вижу Она всегда Может с легкостью Вот выступать И так Какой ей способ? Ну у меня-то как всегда Как у инструктора по йоге Вдох и выдох Вдох и выдох Десять вдохов-выдохов Друзья Длинные вдохи Спокойные Медленные выдохи Это не только Перед премьерой Перед любым выступлением И вообще Перед любым событием Второе Это улыбаться Одеваем улыбку И все остальное Становится легко К восприятию Но вы знаете У нас есть вот Консультант Режиссер Московский Который нашим детям Перед звездой Например Перед мюзиклом Советовал следующее Не привязываться к результату Он никого сейчас не интересует Ваша основная цель Словить кайф И вот с этого момента пошло Словить кайфушку Это у нас есть такой вот Консультант Михаил Долока Вот он дает Такие как раз Рекомендации Наслаждаться процессом А не идти к результату Да И ни в коем случае Себя не оценивать В действии То есть заниматься делом А не заниматься Как я выгляжу Оценками Класс Супер Таисторбова Екатерина Нина Поздравляю вас Такой награды Молодцы Удачи И новых совершений Зрители за вас Уже вот полеют Хорошо Еще спрашивают Ваша Самая лучшая роль А ваша Какая у нас сегодня Такая тема как раз Итак Начнем с Нины У Нины 30 ролей Пусть человек поделится Какая самая На самом деле побольше Если не учитывает Еще другой театр Ну Когда меня об этом спрашивают Я честно говоря Не люблю этот вопрос Вот Каждая роль Важна Каждая И с каждой Мы что-то для себя выносим Это всегда хороший опыт Есть ну да Какие-то любимые роли Конечно они есть Называть прям да Ну зови ты Ну что Если прям говорить В прямую о ролях Да А не образно Ну Два Веронса Джулия Это ставил Французский режиссер И это был Замечательный опыт В спектаклях Александра Трясцена Я очень люблю роли Я очень люблю роли В спектаклях Егора Владимировича Чернышева В частности Спектакль Карени Что вы так реагируете Однофамильцы Очень мне нравится Также роли Из прошлого театра Которую я Не наигралась К сожалению Сыграла две премьеры Мы с мужем уехали Это Маленькая роль Но я ее обожаю По сей день Это роль Фенечки В женитьбе Бальзаминова Вот Я ее обожаю Вот Но я ее не наигралась А вообще Каждая роль Как бы каждая Для меня важна Обыкновенное чудо Наталья Красильникова Тоже обожаю Режиссер Наташа Красильникова Так чудесно Ну и ваша Екатерина роль Кстати можно и по жизни Говорить Ну да Учитывая что я в театре Не играю Но хотя такой опыт У меня тоже был У меня любимая роль Наверное наставника Потому что мне приходится Во всем ее занимать И в семье И на работе И в театре Ну такая вечная мать Вот Понимаете Человек который Обо всех заботится И наставляет Вот дети меня как-то спросили Мы с ними разговаривали По поводу психотипов И говорили о языке любви То есть проявлении У кого как язык любви проявляется Я говорю Вот у меня дети Проявляется язык любви В обеспечении безопасности Для всех Для клиентов Для вас Для семьи И так далее Вот так вот Здорово Ну что ж друзья Прямо сейчас мы ненадолго прервемся И узнаем Как же организовать Своё рабочее место Чтобы было как раз И безопасно И комфортно Сразу после вернемся Будем дарить подарки Подводить итоги Субтитры создавал DimaTorzok Мы проводим на работе Большую часть своей жизни И сейчас мы увидели Как неудобно работать Ирине за своим столом А как исправить это С помощью организации пространства Я покажу У вас замечательное рабочее место Я думаю Что вы сколько часов проводите За рабочее место? Я провожу 8-9 часов Получается Это большая часть Вообще моего времени Как вам ваше рабочее место? Мы немножко посмотрели Что вам не очень удобно Некоторые моменты В вашей работе Это случается каждый день? Да Это случается каждый день И я хочу это исправить Ну первое с чего хотелось бы начать Это конечно то Что вы работаете спиной к окну Не очень хорошо А еще вы работаете Напротив входной двери Поэтому у нее энергия Просто утекает Во входную дверь И она не может сосредоточиться Она сама того не понимает Но если бы она сидела Не прямо лицом Напротив входной двери У нее бы сохранялось Больше энергии и ресурсов Я бы рекомендовала Развернуть рабочий стол И сидеть спиной к стене Более того На вашем рабочем столе Предусмотрены отверстия Для вывода проводов Поэтому было бы логично Разместить монитор На другую часть стола И тогда у вас не было бы Вот этих висящих проводов Которые во-первых Визуально смотрятся Когда человек входит в офис Во-вторых За них можно просто-напросто Запнуться То есть собрать провода Вывести их И вдоль стеночки Можно было бы провести в розетку Я так понимаю Что с документами особо работы нет Поэтому стол Чаще всего свободен Просто от документов Ежедневных и наушники Но мы заметили Что при отбегании Ежедневника Наушники падают постоянно Часто лето Всегда Я рекомендую сделать Держатель для наушников Либо использовать Верхний ящик Вашей тумбочки Он у вас пустой Как мы выяснили Да Приоткрыть него И на него вешать наушники Данный офисный стол На самом деле Не подходит для размещения На нем компьютера Клавиатуры Потому что он слишком узкий Он шириной 60 см Это стол Просто для работы С документами Без компьютера Для того чтобы разместить Компьютер И другую технику Которой вы пользуетесь В течение рабочего дня Стол должен быть Не менее 75 см А может быть даже и шире Также чтобы оптимизировать Рабочее пространство И освободить его От лишних канцтоваров Конечно лучше поставить Какой-то органайзер И сложить в него Все ручки Там линейки Карандаши Так как канцелярских Принадлежностей на столе Не много Можно использовать Даже простую Красивую Кружку Да Или стакан И вот эти вещи Бомжи Которые у нас живут на столе И совершают Наводят для нас Беспорядок Мы складываем сюда А что с телефоном? Я им практически не пользуюсь Если вы не пользуетесь Телефоном Тогда лучше его поставить Поближе к тому человеку Которым он нужнее У нас освободилось Замечательное место Для размещения Твоей сумочки Да Стало действительно Гораздо лучше И сейчас У меня будет Работаться Гораздо эффективнее Спасибо вам большое Рим Я очень рада Я благодарю вас И помните Чем комфортнее Ваше рабочее место Тем успешнее И эффективнее Ваша работа Ну а мы сейчас Еще один вопрос Успеем задать Ненадрямина спрашивает Все-таки Спектакли Развлекают Или больше Воспитывают Какие они у вас? Конечно Воспитывают Мы называемся Театр образовательного Мюзикла Образовательный коллектив Детский музыкальный театр Открытие Образовательный контент Ну это наша квинтэссенция То есть мы играем Умные постановки Специально под театр Пишутся все работы То есть это не чьи-то работы Специально создаются Спектакли Музыка Хореография Костюмы То есть все это Авторские вещи Которые воплощают Наши дети Вот В театре открытия Вот так, друзья Поэтому действительно Уникальный театр И уникальность Это уже оценили На самом, мне кажется Что высоком уровне Это здорово Что даже Северные столицы Аплодируют И говорят Вы попадаете В самое сердце Поэтому вам, конечно Только успехов Только вперед Спасибо, что есть Такие замечательные люди Которые детям Дают возможность Раскрыть полностью Их потенциал Это здорово Спасибо Спасибо Мы на мир выходим Теперь Да, все Теперь вперед Теперь уже летим По самыми огромными масштабами Ну а прямо сейчас, друзья Подарки Во-первых За потрясающий вопрос Мы решили Что сегодня У нас получает Как раз тот человек Это Нина Дрямина Которая сдала Воспитает все-таки Воспитывает Ваши спектакли Или все-таки развлекает Друзья Вот, сходите Развлекитесь А потом на спектакль В ноябре В обновочке Ну а также, друзья Для Надежды Кузнецова Потому что она рассказала Нам сегодня классную историю Про свою роль Этот сертификат для вас Я думаю, что будет Кому его подарить Своей второй половинке Может быть, еще кому-то В общем, друзья Сводите своего мужчину Порадуйте Пусть он будет красивым Ну что ж Спасибо, что пришли Поделились своим счастьем Мы радуемся Мы, как говорится Аплодируем всем городом И мы рады Гордимся Да, поэтому спасибо Вперед И, друзья Если вдруг захотели Своего ребенка тоже Чтобы он вас блистал На сцене Поэтому вы знаете В любое время Ну что ж Девятая студия заканчивается Всем отличного вечера, друзья Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok